Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня необычайная лекция. Точка TR6G GO является точкой, которая тонизирует нашу с вами жизнь. Либо влияет на нашу жизнь. Ну, конечно же, многие сейчас подумают, оф ты, точка судьбы. Можно на нее воздействовать, ничего не делать и стать счастливым. Нет, молодые люди и люди любого возраста. Прислушайтесь, пожалуйста, к тому, что точки могут очень многое. И на сегодняшний день это уже и научно доказано. И мы скажем, что акупунтуре больше 5000 лет. Никто не знает, откуда она пришла и где возникла. Но ею пользуются на сегодняшний день все больше и больше люди и поколений. Почему? Потому что нет альтернативы и замены. И потому акупунтура и есть своеобразная, скажем так, восточная медицина, которая все-таки помогает нашей с вами жизни. Ну, задут многие вопросы, ну как она помогает? Ну, скажите, как она делает счастливого человека? Ну, вот человек заболел и уже знания об акупунтуре могут помочь человеку, что вылечиться от той или иной болезни. Либо помочь, пусть не на 100%, пусть на 50%, на 30%, на 40%. И уже человек чувствует себя лучше, почувствовал уверенность, в нем появилась вера, искорка и он. Что? У него есть желание жить. Вот это и есть проявление, что существование материи в нашем с вами организме, простите. Существование какой материи? Энергии ЦИ. И .TR6GGO сразу повторяемся и говорим, и никаких но. Имеет свойство улучшать нашу с вами жизнь, либо ее, скажем так, немножечко активизировать, тонизировать. Почему? Потому что со временем любой человек устает жить. Почему? Потому что, ну, обыденность, вот, человека начинает съедать. Это однообразие, вот, и человек вроде бы рождается счастливым, в детство вроде бы счастливое, а потом это однообразие потихонечку-потихонечку, что существование материи загоняет в какой-то угол, в какой-то дом, в какие-то рамки, в какие-то... И человек потихонечку начинает, что, ну, так скажем, чтобы никого не обидеть, чахнуть. Он начинает, знаете, как, если цветочек не поливать водичкой, да, он начинает потихонечку увядать. Потом, в конце концов, высохнет и выкинут вместе с горшком. Потому, уважаемый зритель, пожалуйста, если ваша жизнь начинает увядать, если ваше развитие остановилось, если вы чувствуете, что ваша материя вас начинает, что физическая материя начинает угнетать, точка ТР6ДЖГО вам в помощь. Если вы чувствуете, что вы не можете самопроизводить себя, вот, интересное слово, как это, самопроизводить? Вот человек утром должен проснуться и самопроизвести себя. Как это? Сделать зарядку, произвести сам себя, сам себя, самообразование. Увы, на сегодняшний день мало кто этим пользуется. Почему? Потому что людей дурачат нанотехнологиями какими-то там, новейшими разработками, хотя физкультуру и реабилитацию больных никто не отменял. Работай над собой. Потому что не дурачите себя, уважаемый зритель, как бы ни странно это звучало, а самопроизводите себя ежедневно. Это называется самовоспитание, самообразование, самодисциплинированное. Дисциплину человек утерял и поведение ему за год ставят неудовлетворительность. Если чего, дома конфликт. Папа с мамой. Ну, это раньше нам брали ремень, давали тендерей, чтобы с вами этого не случалось. Сейчас это уже не модно, конечно, но помните, работа над собой, за которую вам оценку может поставить только матушка природы. Если вы не можете работать над собой, но имеете огромное желание поменять, поломать себя, точка ТР6ДГО вам в помощь. Дальше мы скажем так. Конечно, в организме наше есть и взлеты, и падения. Они связаны так же, что с болезнью. И вот когда человек заболевает, конечно, у него падает дух, падает настроение, падает аппетит. У человека полностью что идет? Падение жизненного уровня. Чтобы это падение, скажем так, в пропасть, человек полностью не упал, точка ТР6ДГО вам в помощь. Дальше человек, скажем так, рост и разрушение. Вот человек растет до определенного времени, а потом ему понравился алкоголь, понравились наркотики, понравилась травка, стал курить сигареты, стал там еще что-нибудь. И потихонечку человек видит, что он начинает. Рост, рост, вроде бы до 23, до 25 лет, все было хорошо, занимался, а потом что-то начал сам себя разрушать. Так вот, если вы чувствуете, что вы встали на путь разрешения, и вам интуиция ваша подсказывает, и вы хотите свою жизнь, что? Ну, не дайте ей разрушиться. ТР6ДГО вам в помощь. Есть такое понятие на сегодняшний день – существование человека. Так вот, некоторые люди работают, работают, чтобы не существовать, а жить красиво, как сегодня говорят. Знаете, как живи одним днем, потому что завтра ты не знаешь, проснешься или нет. Так вот, когда человек знает, сколько ему нужно для существования, и не перегибает палку, и не жирует своим существованием, простите за такой термин, то, пожалуйста, точка ТР6ДГО вам в помощь. Она поможет вам, что в вашем существовании. Это слово можно применить к любой болезни, потому что человек не живет, а существует и носит эту болезнь с собой. Чтобы проститься с этим существованием, либо знать меру в своем существовании, либо не унывать от своего существования, и, простите, точка ТР6ДГО вам в помощь. Движение. Человек всегда движется, и жизнь есть движение. Как только человек остановился, а что остановилась его жизнь? Потому точка ТР6ДГО вам поможет, что человеку возобновить движение, двигательные процессы, которые у него с жизненным, скажем так, обыденностью нарушаются. Вот так вот просто, да, просто. Ну и, конечно же, перемены в жизни человека. Любой человек воспринимает перемены. Кто-то принимает с радостью, кто-то с огорчением, кто-то падает духом, кто-то унывает, кто-то хотел вот так, кто-то вот так. Если вы чувствуете, что перемены вам в обузу, перемены вас начинают раздражать, перемены начинают вас гнобить, то, пожалуйста, точка ТР6ДГО вам в помощь. Ну и, конечно же, радость и счастье человека. Многие люди живут-живут в этой жизни до определенного момента, когда радость их не прекращается почему-то. Может, это не радость была, надо пересмотреть свою жизнь. Вот. И человек чувствует, что он несчастливый, может, надо становиться счастливее. И если человек встанет на путь исследования себя и будет искать, откуда берется радость, счастье, откуда берется, скажем так, произведение рода человеческого, самопроизведение, потому что род человеческий выживает из-за чего? Не выживает, а продолжает свое поколение, только что самопроизведению. Вот. Это тоже точка ТР6ДГО. Конечно, можно о жизни говорить и много, но, думаю, достаточно данной информации, уважаемые зрители, вам, чтобы вы поняли, что если в вашей жизни есть, скажем так, нюансы, которые вас одолевают, либо вы чувствуете, что они затягивают вас в какую-то пропасть, в какую-то непонятную среду, от которой вы страдаете, пожалуйста, точка ТР6ДГО вам в помощь. Спасибо за внимание.